Здравствуйте! В прямом эфире канала ОТС Новости дня. С вами в студии Алина Шлоколова. Я и мои коллеги готовы рассказать обо всех важных и интересных событиях к этой минуте. И мы начинаем выпуск. Новосибирский перинатальный центр подключают к городским коммуникациям. К зданию уже подводят систему отопления. Таким образом, убран последний серьезный барьер на пути к открытию долгожданной современной клиники. Напомню, несколько лет стройка была заморожена, и сегодня объект посетил глава региона Андрей Травников. На месте работает Константин Крещен. Он сейчас находится на площадке. Константин, доброго дня. Расскажи, как сейчас выглядит будущий перинатальный. Здравствуйте, Алина. Сегодня во время посещения строительства перинатального центра губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что сроки сдачи объекта остаются прежними – 2021 год. И в то же время он выразил надежду, что эти сроки могут быть сокращены на несколько месяцев, так как оптимизм вселяет хорошая работа подрядчика. Также решен важный вопрос, который стоял перед строителями и заказчиками в конце весны – это коммуникации. Почти этот вопрос решен, и осталось подвести трупы и запустить систему отопления, чтобы здание было теплым, и зимой строители могли работать внутри него, вести отделку и пусконаладку. И сегодня подрядчики подтвердили, что это все возможно. Кстати, внутри они уже работают, выполнено до 80% перегородок, так что здание уже обретает некие формы, где можно ориентироваться – это палаты, коридоры, подсобные помещения. Спасибо. Спасибо, Константин Клещин, о том, как идет строительство современного медицинского центра. И к другим темам. Пассажирский поезд из Абакана в Новосибирск задержат больше, чем на 4 часа из-за взрывов по Дачинскому. Ради безопасности пассажиров состав пустят по измененному маршруту. ЧП заставило перекрыть участок железной дороги Ачинск-2-Назарова. Напомню, накануне около 5 часов вечера в воинской части в районе поселка Каменка в Красноярском крае произошел пожар на складе боеприпасов. Осколки снарядов разлетались на несколько километров от эпицентра взрыва. Пострадали 12 человек, 6 из которых находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Местные власти ввели режим ЧС и объявили эвакуацию людей из 4 поселков, а также части города Ачинск. Животные из Красноярского края бегут в соседние регионы, спасаясь от пожаров. Вынужденная миграция уже дошла до Кемеровской и Томской областей. В конце августа, начале сентября может увеличиться численность животных и в лесах Новосибирской области. Специалисты успокаивают. Медведи к людям вряд ли пойдут. В лесу корма предостаточно. В этом году, например, хороший урожай кедрового ореха, который так любит хозяин Тенгеи. Да и ситуация с пожарами в регионе стабильная и на строгом контроле. Мониторинг пожарной опасности осуществляется по всем направлениям, начиная с авиационного. Плюс у нас постоянно осуществляется наземный мониторинг. 60 групп патрулирования ежедневно осуществляют наблюдения за пожарной обстановкой в лесах в наземной зоне мониторинга. Естественно, работает система ИСДМ Рослесхоз, это космомониторинг. Ну и дежурство на пожарно-наблюдательных вышках и камеры видеонаблюдения. Всего с начала пожароопасного периода в лесах региона произошло 318 возгораний. 98% из них по вине человека. И пока одни тушат, другие занимаются лесовосстановлением. В Новосибирской области набирает популярность корпоративное волонтерство. В прошлом году было подписано соглашение, в которое вошли 6 компаний. За год с их помощью было проведено больше 100 мероприятий по защите природы. Более 3,5 тысяч волонтеров приняли в этом участие. И надо, что самое положительное отметить, 120 детей вовлечены были вместе с родителями. И общими усилиями были засажены молодыми деревьями только за 2018 год. Это 55 гектаров, более 100 саженцев молодых войных деревьев. Более 5 километров лесной площади было убрано от несанкционированных свалок. В нашем регионе могут ввести рекордно низкие ипотечные ставки для многодетных семей. Они смогут оплачивать кредит под 6,45%. Как прокомментировали в Министерстве строительства Новосибирской области, по программе льготной ипотеки можно приобрести квартиру как в строящемся, так и в уже готовом доме. Сейчас базовая ставка по программе составляет 9,5%, но до 3% сможет компенсировать областной бюджет. При этом ставку не будут увеличивать на весь срок договора. Перечень льготников утвержден в региональном правительстве. Ожидается, что получить такую ипотеку смогут около 1000 человек. Узнать диагноз за пару часов. Медики зовут жителей региона на диспансеризацию. В этом году пройти ее можно значительно быстрее и проще, а летом сделать это даже минуя очереди. Екатерина Стывко на прямой связи со студией. Катя, здравствуй. Что изменилось в правилах осмотра? Здравствуйте, коллеги. Правила прохождения диспансеризации в этом году изменились. Теперь пройти ее можно в удобное для пациента время. В будние дни, это с 8 утра и до 8 вечера, профилактическое отделение работает теперь и по субботам. Кроме того, изменения появились и в трудовом кодексе. Ради прохождения диспансеризации можно взять отгул на работе. Максимальный охват населения диспансеризации – одна из главных задач современной медицины. Ведь вовремя выявленное заболевание – это, возможно, спасенная жизнь. Особое внимание сейчас уделяется патологиям сердца, сосудов, легких и онкологии. Врачи ищут те болезни, которые долгое время ведут себя бессимптомно, а затем неожиданно наносят удар. Чтобы избавиться от очередей в поликлиниках, во многих учреждениях региона сделали специальные профилактические отделения. Вот как прокомментировало новшество заместитель министра здравоохранения Новосибирской области. Отдельное внимание уделяется онкоскринингам, довольно-таки подробному, для того, чтобы у пациента при выявлении подозрений и рисков уже в рамках и первого, а главное и второго этапа, уже провести весь комплекс услуг. Комплекс услуг на втором этапе включает с этого года не только назначение онкомаркеров, но и эндоскопических исследований, и даже компьютерные томографии и консультации врача-онколога. Еще одна новинка этого года. Люди старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Для остальных срок не изменился раз в три года. О том, какие исследования доступны населению и сколько можно будет времени на них потратить, расскажу сегодня в вечернем выпуске новостей. Коллеги. Спасибо, Екатерина Стывко, о том, как позаботиться о собственном здоровье. А мы продолжаем. Сегодня памятный трагический день в мировой истории. 6 августа 1945 года было впервые применено ядерное оружие. Американцы сбросили бомбу на японский город Хиросима, а через несколько дней атаковали Инагасаки. Население двух городов 445 тысяч человек. 90% людей, находившихся в радиусе километра от эпицентра ядерных взрывов, погибли мгновенно. Еще 156 тысяч скончались в следующие пять лет от заболеваний, которые врачи связывали с облучением. Мир обошла трогательная история девочки из Хиросимы. В 12 лет заболевшей раком крови. Согласно японскому поверью, любое желание человека исполнится, если он сделает тысячу бумажных журавликов. Лежа в больнице, она успела собрать только 644 оригами и умерла. Теперь каждый год 6 августа перед атомным куполом в Японии и во многих других городах мира жители в память о жертвах страшной трагедии выпускают в небо белых голубей. А прямо в эти минуты в память о жертвах Хиросимы Нагасаки на Аби завершается ежегодный заплыв семи мостов. Мастера речного плавания проходят маршрут от Новосибирского водозабора до аквапарка. Вместе со спортсменами на дистанции находится и наш корреспондент Александр Шурудила. Саша, здравствуй. Как себе такая необычная речная прогулка? Да, Алина, добрый день. Прекрасная погода, во-первых, сегодня для того, чтобы преодолеть. 12 километров вниз по течению Аби, но не так, как я, сидя в лодке, а непосредственно в плавь, как делают это участники заплыва. Трое человек в этом году в нем участвуют и, естественно, обладают определенными навыками, определенным опытом плавания именно в открытой воде. Потому что, как организаторы отмечают, пловцы, которые занимаются плаванием в бассейне, могут оказаться не готовы к тому, какие испытания. Открытая вода с ее течением, да, и все-таки, несмотря на хорошую погоду, достаточно прохладные температуры воды может предоставить для участников заплыва. Уже девятый год подряд он проходит в Новосибирске. И четвертый год непосредственно участники плывут как раз по реке. И из-за этого, собственно, столь небольшое количество спортсменов. Но, еще раз повторюсь, это из-за того, что дистанция непростая. 12 километров, все это практически без остановок, без передышки. Хотя вот страховочная лодка присутствует. Около четырех часов спортсменам потребовалось для того, чтобы преодолеть дистанцию. Стартовав от водозабора, проплыли практически подо всеми мостами, которые есть в Новосибирске. И непосредственно завершат дистанцию спортсмены уже возле аквапарка. Алина. Спасибо. Александр Шурудила рассказал об особенностях плавания в открытой воде. И в завершение выпуска. Новый лед к новому сезону. В ЛДС Сибирь начали заливать площадку к первым матчам КХЛ. Работа продлятся несколько дней, поскольку заливают сначала специальный реагент, а потом лед в несколько слоев. В этом году на стадионе была масштабная реконструкция. Заменили в том числе и холодильное оборудование, и основную плиту. И вот финальный этап. Специальные машины льют воду, затем тщательно затирают поверхность, так шлифуют изъяны покрытия. Примерно раз в год лед приходится менять полностью от нижнего слоя основания до верхнего так называемого рабочего льда. Напомню, игроки выйдут на площадку уже 13 августа. В ЛДС Сибирь стартует молодежный турнир по хоккею памяти Александра Белосохова. Это вся информация к этой минуте. Слушайте новости региона на Первом областном радио 54 в Новосибирске на 106,2 FM и в Болотном на 105,9. В студии была Алина Штоколова. Я не прощаюсь. Итоги дня подведем уже в 20.30 в эфире канал ВТС. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова